Самым крупным подарком горожанам к 150-летнему юбилею стало открытие двух общественных объектов Скверо-студенческий и парка юбилейный. Они построены за короткое северное лето и уже можно с уверенностью сказать, что пользуются большой популярностью у лабутнанцев и гостей города. Даже открытие Скверо-студенческий привлекло внимание сотен людей, а в повседневной жизни молодежь наверняка сделают его местом своих встреч. Великолепно! С самого начала смотрел и до последнего. Это просто превосходно. Сделали для студентов в данный момент очень комфортные условия. Спасибо вам большое! Я очень рада, что приехала в город и попала как раз на такой огромный праздник. Это первое. Второе. Я вдвойне рада, что сейчас я присутствую на открытии Скверо-студенческий около своего родного училища, в котором я проработала 30 лет. А третье... Вы знаете, я вчера по вечернему городу прошлась, немножко посмотрела, я его не узнала. Это просто... Это... Как мне сын сказал, я отправила фотографию. Он говорит, мама, ты же сказала, что ты едешь в лабутнанг. Я говорю, это какая? Это Швейцария. Кульминацией стало открытие архитектурной формы «Гранит науки», который символизирует терпение и труд на пути овладения знаниями. Учащиеся колледжа сопроводили торжественное открытие музыкальными и танцевальными номерами. А затем лабутнанцы переместились на другой объект – парк «Юбилейный». Дорогие лабутнанцы, от души, от своего сердца хочу вас поздравить с открытием парка «Юбилейного». Мы, конечно, постарались. Спасибо, хочу вам сказать за оценку нашего труда. И, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить своему коллективу, трудовому классу, которые на самом деле, несмотря на сжатые сроки, успели сделать большим сюрпризом для вас, дорогие лабутнанцы. Спасибо вам. С Днем Города! Ну и самый главный момент – это перерезание ленты, которая и символизирует сдачу объекта в эксплуатацию. А затем состоялась церемония закладки памятной капсулы. Для тех, кто будет жить в нашем городе через 50 лет, отправили послание. Затем все желающие могли прогуляться по новому объекту. Ну просто замечательно. Такого в нашем городе еще никогда не было. Все здорово, все нравится, особенно детям. Здесь можно покататься на велосипедах, на роликах. Очень здорово. Фотографии уже наделали? Да, нафотографировались. Особенно нравится слово лабутнанги. Очень красиво и сказочные все эти фигурки. Здорово. Спасибо огромное за такой чудесный сквер. Мы приехали из Армении. Мы рады, и все нормально. И вот принимали участие при открытии этого парка. И все. Дай Бог всем здоровья! Красиво, на ваш взгляд, получилось? Конечно. Но это же мы строили. Сложно было? Ну не сказал бы, сложно было. Но времени мало было. И если бы погодное явление еще было бы хорошее, было бы очень хорошо. Прилетев в город вечером, этим же вечером пошел прогуляться по городу. И если бы не мои прогулки до этого, я бы, наверное, потерялся в этом городе. Он действительно преобразился, преобразился в лучшую сторону. И огромнейшее спасибо, во-первых, горожанам за то, что они вот так вот по-доброму относятся к своему городу. Это сразу чистота бросилась у глаза. Везде практически. Ну и, естественно, очень много построено. Очень впечатляет. Но, честно говоря, вот о том, о чем мы мечтали, что мы когда-то начинали прорисовывать, вот оно сейчас воплощается в жизнь. Я очень-очень этому рад. И жители города, наверное, тоже должны быть благодарны тому, что у нас все-таки в городе что-то появляется, что-то новое, что-то хорошее. Все ведь для детей, для жителей города. Как житель города я счастлива. Как руководитель команды, которая служит людям, я тоже испытываю чувство удовлетворенности. Потому что, на самом деле, полуторавековой юбилей мы хотели встретить так, чтобы результаты нашего труда были очевидны всем. Тон задают жители города, темп требуют жители города, инициативы исходят от жителей города. И, конечно, вот в таком творческом мозговом штурме приятно не просто трудиться, приятно жить. Я от всей души сегодня хочу поблагодарить всех своих земляков за заинтересованность, за чувство локтя, за душевные переживания, за очень амбициозные стремления в развитии нашей жизни. И, конечно, поздравить с полуторавековым юбилеем, пожелать счастья, здоровья и благополучия. Более подробно об открытии студенческого и юбилейного смотрите в специальном репортаже в четверг, 13 сентября в 21 час. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев, Дмитрий Сверид. Программа «Время местное». Программа «Время местное». Программа «Время местное». Программа «Время местное».